как должно быть легко лететь в стае когда есть вожак и он выбирает путь и твоя задача просто не выпасть из этого клина как трудно когда в турбулентной круговерте жизни ты вдруг выпадаешь из общего потока а за спиной лучшие годы молодые наполненные возможностями кем ты станешь вожаком для себя и других или птицы которые от усталости потери координата сиротеет опустится на землю и погибнет от одиночества голода и ненужности когда они оказываются в гражданской жизни и не имея никакой специальности за плечами кроме того чтобы ходить стрелять там и строить какие-то стратегии тактического боя они ничего не умеют и вот они становятся просто растерянными в этой жизни одна страна закончилась а другая еще не началась точнее армия для которой их готовили была не нужна новой стране и она не знала что делать с этими квалифицированными кадрами страна не могла содержать свою армию герои нашего фильма успели прослужить в армии разное количество лет от девяти до двадцати однако все после увольнения из рядов вооруженных сил чувствовали себя если не рыбы выброшены на берег то птицы потерявший свою стаю и нужно было взять себя в руки пересесть на другой поезд скорый поезд причем скачать на него на ходу поскольку поезд современной жизни долго не стоит на остановках он вообще на них не останавливается у военных еще есть такое понятие что вот я сейчас выйду за забор и я буду отдыхать подумаем ну месяц можно отдохнуть второй третий месяц ну полгода а потом и спина уже начинает болеть и что-то хочет и уже и рыбалка надоела и надо куда-то идти и вот тогда надо начинают искать как что-то опять же если семья то ее нужно кормить конечно если ваш возраст приближается к 60 годам это совсем другое дело такой человек не думает о смене профессии на гражданскую и о карьере в гражданской жизни он просто хочет быть пенсионером ну а другие а их сегодня большинство нуждаются в помощи в квалифицированной помощи они должны найти способ кормить семью и не сидеть дома потому что адаптация это не только вопрос денег это вопрос о том как в ближайшие 30-40 лет ты будешь жить в обществе у некоторых было слишком много объективных причин чтобы ничего не делать многие из недавних военных в новой жизни сели на стакан так они оправдывали свою неспособность измениться это очень тяжело вот этот переломный момент когда ты был кем-то и они уже видят эти ребята что не никто никто в этой жизни гражданской они еще только пытаются кем-то быть но пока они никто и даже когда приходят на работу те двадцатилетние они получается больше знают чем мы после армии а пока они просто служили командовали строили вооружались разоружались разочаровывались и снова собирались силами жизнь стала другой рыночная и компьютеризированная их никто к этому не готовил и тех кто увольнялся с конверсионных предприятий и тех кто уходил из армии сам впрочем редко кто из них жалеет что военная карьера была в их жизни программа украина нато по переподготовке военнослужащих с 1999 года финансируется из гражданского бюджета нато страны члены нато ежегодно делают свой вклад в эту программу и каждый год заново голосуют за продление программы мы зовем его джеймсом бондом юрий соседка окончил тамбовское высшее военно-авиационное училище имени дзержинского во времена ссср он авиационный инженер и обслуживал истребители последние пять лет его военной карьеры проходили на аэродроме в кировском недалеко от феодосии когда истребители уже не летали просто потому что у них не было топлива пришлось какое-то время и побездельничать просто сидя в части что в общем то было не не по мне сидеть на месте и ничего не делать кому то нравится я не умею мне не получается наступил момент когда соседка это надоело он уволился из рядов вооруженных сил он был потенциальным клиентом центра занятости но как вы думаете разве такие туда обращаются он увидел объявление о курсах переподготовки военнослужащих организованных программой нато украина по специальности экономика и менеджмент это были одни из первых проведенных донорами курсов переподготовки в крыму разумеется не только курсы сделали его топ-менеджером огромной амбицией и желание вытянуть себя и свою семью за волосы и стрессины вместе с женой они создали финансовую компанию которая по договорам с инвесторами размещала средства строительных фирм в банках и фондах в первый год месяцами по очереди сидели в киеве добиваясь документов согласования решений они не боялись играть по крупному и когда начался кризис именно благодаря правильной финансовой тактике соседка его чутью эти строительные компании продолжали строить юрий замечал что клиентам даже нравится его военное прошлое это словно обуславливала дополнительную надежность и дополнительную ценность любое образование но ним не бесполезно и кроме того помогает еще и получить какие-то новые знания которые появились после того как ты закончил там первый ус и тут наш джеймс бонд увидел объявление о других курсах с английским у него всегда было лучше чем у меня и он стремился ну и такая большая идея что может быть когда-то придется выходить там на мировой уровень а ну потому что украина украиной но хотелось бы как-то развиваться и разумеется без английского может через пару лет мы где-то увидим его каким-нибудь председателем компании но уже какого-нибудь мирового масштаба всякая же может быть они окончили курсы английского языка финансируемые проектом украина нато вдвоем состоятельная благодаря собственному бизнесу семья дипломы об окончании в офисе на стене рядом с престижнейшими дипломами из финансового мира но соседка этого показалось мало он стал управляющим пансионата голубая волна в алуште причем в тот ответственный момент когда началась стройка новых многоэтажных корпусов это была первая большая стройка в его жизни совершенно новое для него дело в крыму знают что корпус пансионата построить пол дела нужно еще его загрузить работой и не только летом и тут наш герой вынул из кармана один из главных аргументов проходят международные конференции организаторы в том числе англоговорящие поэтому в общем то конечно проще было общаться с этими людьми на том языке на котором они разговаривают и для них был лишний фактор в выборе этого пансионата когда их здесь понимают и вообще-то они могут любой момент обратиться по каким-то вопросам не бегая перед этим за переводчиком вы можете отважиться на синхронный перевод как говорил чапаев подучиться надо то есть практика практика нужна практика разговорная поэтому в принципе если немножко потренироваться и набрать скорость тогда конечно можно это делать но у меня все равно есть к вам совет если будет где-то кастинг на следующего агента 007 соглашайтесь хорошо параллельно со всеми своими многочисленными бизнес занятиями соседка выпускает городскую газету и дает отдых душе которая скучает по самолетам он по-прежнему летают но уже за свои собственные деньги большинство людей которые проходят через эти курсы будут топ-менеджерами будут управлять экономику здесь или региональную экономику или может быть кто знает на на высшем уровне значит для нас я убежден в том что эти деньги являются хорошей дополнительной ценностью для экономики если мы можем помочь развитие экономики мы можем помочь развитие стабильности хорошо сегодня спустя 10 лет работы проекта нато украина говорить о его успешности на примере состоявшегося юрия соседка а 10 лет назад это была просто попытка робко и известная лишь в узких кругах тренеров и бывших военнослужащих а когда мы только начинали программу накануне 2000 года то это было не более 100 человек вы видите мы нарастили объемы в пять раз когда мы начинали этот проект то я больше всего переживал за то сумеем либо набрать мы офицеров да бывших которые бы хотели учиться возможность у них такая была а то они уволились они каждый где то ищут себе место как выжить вот пойдет ли он три месяца учиться но здесь вы знаете я ошибался я понял что есть много офицеров которые готовы потратить этих три месяца для того чтобы получить новую специальность это очень похвально плохо то что за 10 лет ничего в стране существенно не изменилось по отношению к уволенным военнослужащим и слушатели этих курсов десятилетней давности похоже на сегодняшних как солдаты одной роты удаляющиеся от тебя с троевым шагом приходят на занятия и надо на первые они потушит их глаза они не верят вот что им что-то дадут они не уверены вообще в завтрашнем дни если только научить это еще полу дело вот самое главное дать ему возможность показать помочь как же найти работу но не маленькие же дети в конце концов некоторые давно уже разменяли пятый десяток да в том-то и дело именно такие несмотря на их высокую военную квалификацию уже давно не нужны обществу их не зовут газетное объявление они как правило приглашают людей в возрасте до 40 лет трастовый фонд в рамках программы партнерства ради мира был открыт в хмельницком 2006 году на